Форд Фокус в четвертом поколении до России не доехал, но в Европе удерживает второе место после гольфа. А вот в Китае продажи Фокусов просели наполовину. Неудивительно, что рестайлинг глобальной модели Форд начал именно с китайской версии. Но модернизация оказалась скромной и затронула даже не все версии. Скажем, кросс-хэтчбэк Фокус Эктив и машины в исполнении СТ-Лайн выглядят по-прежнему. У остальных новые бамперы и расширенная до фар решетка радиатора. Эмблема голубого овала переехала с капота на решетку. Вдобавок к семействе появился новый кросс-универсал Фокус Тревел. В салоне появились 8-дюймовые виртуальные приборы, а вот свежую фордовскую медиасистему Синг Плюс диагональю более 12 дюймов китайцы опробуют первыми. Силовые агрегаты не изменились. В Поднебесной продаются только переднеприводные фокусы с трехцилиндровыми моторами. Выпускает их совместное предприятие Чанянь Форд. Помните среднеразмерный кроссовер Форд Эдж? Первое поколение до кризиса собирали у нас в Елабуге, но российская публика распробовать эту машину не успела. Тем временем в Америке кроссовер заслужил второй рестайлинг. Главная обновка — это гигантский 12-дюймовый планшет медиасистемы Синг 4, которая умеет обновляться по воздуху и даже включена в базовую комплектацию. Форд уверяет, что это самый крупный экран в классе. А вместе с Эджем модернизирован и его премиальный собрат — Линкольн Наутилус. Эта модель вышла еще в 2014 году под именем MKX. Спустя три года ей освежили внешность и переименовали. Но до кардинальной переделки интерьера руки дошли только сейчас. Салон теперь соответствует стилистике старших моделей Линкольна. Само собой, внимание на себя притягивает торчащий по центру панели телевизор. Здесь аж на 13 дюймов. Начинка — все та же фордовская система Синг 4. Силовые агрегаты тоже идентичны Форду Эдж. Оба мотора сочетаются с восьмиступенчатым автоматом. Четырехцилиндровые версии могут быть и переднеприводными, а вот V6 идет только с полным приводом. Продажи обновленных Наутилусов США начнутся в начале 2021 года. Позже локальной сборкой кроссоверов займется совместный завод Чанянь-Форд. Таким образом, марка Линкольн представит в Китае уже третью свою модель. Интересно, прижился бы Наутилус в России? Американская версия стоит 3-3,5 миллиона рублей в пересчете. Расскажите нам в комментариях, хотели бы вы купить такую машину? Американская версия